Давайте вкратце пробежим по комплекту, он одинаков как у ограниченной серии, так и у обычной, за исключение стикеров и карточек. Естественно, это уже не первая распаковка, но примерно так он выглядел, когда приехал. Сам графический планшет, несколько карточек, не знаю, все они или не все, то есть не карточек, а открыток. И вот набор стикеров, которые можно куда-либо приклеить. Кира, ведь можно их куда-то приклеить, да? Да. Такие вот прикольные стикеры. Это не самое главное, я думаю, при покупке графического планшета. Далее, убирая такую прокладку, мы видим кабель для подключения к ноутбуку или телефону. Два переходничка, что важно, чтобы можно было подключать к телефону, к планшету, ну или к чему-либо другому, не знаю, к чему еще можете придумать. Безбатареечное перо. Не знаю, почему китайцы на этом акцентируют внимание. Вроде как почитал, посмотрел. Практически все современные графические планшеты идут уже без батареек. Ну, да ладно, без батареек и без батареек. Ну и сменные стержни. Возможно, я неправильно их назвал. Извините меня, поправьте в комментариях. И, конечно же, инструкция. Ее я, вот, сказать по правде, даже не доставал и сейчас этого делать не буду. Так, с комплектом все. Это можно убрать. Оставлю только лишь переходник для USB Type-C, чтобы подключить планшет к телефону. Ну и сам планшет тоже, конечно же, оставлю, чтобы показать вам. Сам графический планшет выглядит красиво. Мне нравится. Здесь присутствуют горячие клавиши. Это тоже было одним из критериев выбора. К сожалению, на клавишах не указано, для чего они используются. Но их можно перенастроить или использовать так, как изначально заложены функции. Давайте попробуем подключить графический планшет к телефону. Я сам совсем не художник. Так что, пожалуйста, не оценивайте мои навыки рисования, а оценивайте возможности планшета. Ну что ж, друзья, попробуем почерякать. На уровень нажатия, как вы можете видеть, на телефоне в том числе он реагирует. Ну и, собственно, что тут еще показывать. Рисует и рисует, на нажатие реагирует. Рисует, как вы можете видеть, точно. То есть на телефоне рисовать, если вы художник, то, думаю, вам понравится. Ну и напоследок попробую написать свое имя. Не знаю, даже получится ли у меня с первого раза. Ну вот как-то так. Напоминаю, я не художник. Что ж, перейдем к ноутбуку и посмотрим, как он работает с Windows. На ноуте были установлены драйвера для графического планшета Wacom. Мы брали его у знакомого на пробу. Я удалил драйвера от старого планшета, установил новое с сайта XP-Pen и вроде все работает. Ну что ж, попробуем нарисовать на ноутбуке. Как вы можете видеть, на нажатие реагирует. Нажимаю посильнее. Нажимается посильнее. Не знаю, что за кисточку я выбрал. Попробуем выбрать другую. Ну, так же, соответственно, на нажатие реагирует. Так, друзья, мой вердикт таков. Как первый планшет, это замечательное решение. Не нужно переплачивать. Отлично рисует. Есть горячие клавиши. Можно подключать к телефону. Хотя, наверное, почти все китайские планшеты так могут. Продолжение следует.